хорошо видно боже милость сегодня не грешен и создавая господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешен и помилуй отец наш небесный мы прибегаем к твою милосердию приводи с нами в этой беседы мысль направил горнему удалить все человеческое которое может быть сатанинским просвети наш разум и всем помоги достичь желаемой пристани царствия небесного слава тебе отец сын и святой дух аминь аминь тут вот какое дело серёжа зашел мне сейчас и говорит что у вас какой-то там разговор был у вити или свити сережа возобнови маленько голоса слышно будет но что игорь говорит меня самого это тоже как-то ну это может удивило вас его там подальше поставщик сеть мужа была ладно что божий промысел в том чтобы виктор ехал во францию чтобы он там стал священником ну и вот у францию возрождал такие мысли у брата игоря посетили мне хотелось бы на эту тему поговорить да и все да ну в первую очередь должны быть обоснования ехать во францию человек не знает языка человек которого не уважают никто где он будет там там где он будет у нее очень не отец живут платят за квартиру он никто изгой даже обратно выехать не сможет только пешком идти это огромные деньги надо и зачем когда там такое творится эта страна блуда это вообще оттуда все эти революции все идет она сегодня такой же там есть никогда оттуда благо для россии не было а то еще серафим саровский говорил доигрались готова наполеон горды пришел оттуда второе ведь я никогда не хотел быть священником дальше если только крайне какая-то нужда дальше отношение такое они поехали туда и сейчас добиваются что видите мне сказал что она говорит это вторая галя глушкова абсолютное полное неприятие всего и епископу там добивается разрешение что брак признать недействительным этот вот эти только три пункта поставить вообще разговаривать даже не о чем надо только закрепиться на этом и молить бога ведь это уже в семинаре не хотел учиться эту осень я его уговаривал уговаривал у меня ролики ся пришел к нему и говорил но ты просто должен иметь это у тебя запасной хоть какой-то будет и все поехать туда я считаю это полностью рехнуться ума полностью потерять все и в петлю залезти закончить жизнь как иуда там не это абсолютно мертвый не не человеческий совет прямо от сатаны куда зачем когда там на один день даже это я поэтому не поверен и гору быть не может что игорь рассудительный ходе человека будет давать совет совет при том по трем пунктам там он будет священником полное неприятие совершенно он должен отречься от того что у него было как уверовал они считают что вот там если мы в списках якобы не числимся у илариона то никакой благодати на бабу на батюшке нет никакой она не крещена то есть за этим стоит столько сатанизма явного сатанизма просто богохульство и туда ехать когда не мать никто не она его не уважает и а только рихнуться надо полностью ума вот когда был в лагере я увидел сон там три змеи выползают я их крестным знаменем загнал обратно я утром пошел к витте первое дело я груди это это видел сон такой она стоит здесь агры то не вы там с мамой вместе сговорились ты видел этот ролик то слышал так что тут другого ничего нет нет ничего на искусство богу просто довериться и так жить теперь он не будет горится загонять загоняться за кем-то жениться нельзя брак действительные венчание это толковать даже не о чем а она думала вот какая-то тут село какое-то то думать ей не надо думает муж он глава сказала поехали на дальний север сказал утром вставать вставай если утром не может поднять ее с постели он уже не муж какой-то муж что так так на людях хорохоримся внутри ты ей распорядись сначала утренней молитвы нет ничего нет у утренней молитвы нет она не встает он ее не может поднять все чё она уже лежит она ничего не хочет делать совершенно ее пристроили в школе тут вообще можно было ближе быть с ангелиной алексия она тоже приехала он где-то она каждого петушка фотографирует двое ребятишек не может нарадоваться а это беременная к мамке какая мамка кончилась оставить человек отца и мать оставит если он оставит но и она оставит это относится к нему и к ней а здесь нет она каждый день висела говорится на телефоне на этом на скайпе это ее дело это ее выбор она в чем-то а в чем разочаровалась ее не любят как не любят все что хотела она получила здесь идет на огород копает мы берем ребят посылая помидоры два ведра полный тащит только работой нет она как-то в ремонте до красила только всего мы сколько старались сделать я ему сказал ведь он не мог заплатить ему дал денег и сказал при ней если вздумайте уезжать или она поедет домой она одна деньги вернуть сразу я дал не на куда-то авиабазу платить деньги ни одной копейки нету у меня минимальная пенсия мне не ничего взять а ему за дом нечего было рассчитаться и видите на положение гр сидеть спокойно и молиться завязать все на узел на крепкий и на этом все так твой это совет ну-ка повтори что ты интересно предлагал и действительно еще сергей мне передал правильно передал я вот они поверил город а не может быть это еще он игорь я говорю крыша поехала что ли такие советы давать советы давать на смерть совет на смерти как проклятый может дать смерть стопроцентная даже даже одного шанса не даже до процента нет на же на жизнь не то что там какая-то жизнь семейно вообще на жизнь на биологическом уровне ну вы сказали все что вы хотели сказать остается все при при том что нету семьи у них нету и не нужно она и не нужна если так а сама не думаю все но у вас все все легко у вас и просто все не нужно все пускай там рожает она там одна будет все нормально идет она идет она идет она идет когда мы здесь разговаривали она говорит мне же никто не сказал какая там деревня она откуда знает эти деревни приехала приехала девчонка которая вообще понятия не имеет у нас же как все у нас существует потеряевка как святое место и это понятно там идет крещение там батюшка который крестит троекратным погружением на единственные вообще на пол россии на другие пол еще может быть один где то есть и все и конечно она духовно начала возрождаться в ней началось по начались подвижки у человека как у любого может быть а дальше а дальше теперь только все уперлось то что жизнь потеряевки как святое место ну типа как старков говорил в начале кто попадет потеряевком попадает в рай все на этом все закончено просто потеряевку попал и можно уже помирать уже в царство небесная дорога открыта и она с такими же чувствами сюда приехала точно она ж не знала что потеряевка это ну захолустье просто деревня где-то на окраине там забытого богом сибири тем более что в такие морозы она их вообще понятия не имела что такое морозы она же тепличный человек у них пальмы растут в ее населенном пункте в медсе в этом во франции чуть ли не на берегу на ла-манша все это находится чего непонятного то когда она побывала у нас она говорит а почему мы то не можем тоже жить чтобы был дом чтобы можно было ну какое-то тепло ну пускай теплый туалет у нее всегда теплый туалет игнатина у всех наших братьев сестерки вот он сидит у него теплый туалет мы здесь с вами жили я жил сколько и у бабушки здесь я прожил 21 год я не знал никакого теплого туалета я ходил вот в этот вот сюда невместительный туалет я все время ходил я колени тут все оставил на в этом туалете умещался в него я то это я все я не понимаю что ли ничего вы меня прекрасно знаете я через стенку тут у вас жил и моя жена ходила в этот туалет я знаю что это такое си нет тысячу лет не было ни одного теплого туалета все игнатины закончили на этом я все знаю как фашисты приехали и смеялись над нашими деревнями у них когда уже были ватер-клозеты в доме был туалет значит мужа променяла туалет на задницу и это вот все что вы можете мне сказать я так понимаю так это вот все вот это ерничество больше ничего что ли я не пойму я с тобой разговаривали как с мужем совершенным ну и я тоже с вами как с мужем совершенным вы сказали все свое я начинаю говорить свое игнатий тихонович подождите я чё не знаю библию что ли ну ну и его во первых и во первых нужно было до конца все и тут объяснить я то я то еще говорю с той позиции что она ехала сюда не только к мужу но и к тому что муж для нее приготовил когда ревека приехала у него станы были целые какие у кого шатер и передвигался с места на место что ты выдумаешь что кого вы их там было сколько народу какие стада у них были вот самый богатый человек был в своей округе это жили в шатре но фильм показывать игнатий тихонович у них там плюс 15 они замерзают это другой вопрос как другой она измется где плюс 15 постоянно по температуре сейчас ну давайте по температуре пожалуйста понятно что она что двухлетний ребенок 22 года человеку она приехала сюда еще сколько здесь жила она видела деревню она видела все зачем она пошла вещать она откуда знала какие здесь зимы она же ничего это не знала зимы ты говоришь не видала в глаза так о чем и речь то идет я говорю что она ничего не видала мы все выезжают которые она из-за зимы все игнатины не было никогда такого вот первый случай она из-за зимы уехала что дальше фашисты из-за зимы проиграли практически нет подожди она выехала из-за зимы ну хотя бы тогда в основном мороз она замерзла здесь напрочь об этом нет у меня даже одеться то не было она в таких кургузах каких-то все ходила этих самых шутках и одежу у нас поза глаза да видел я эту одежу все это видео так теперь все умирают но не жаль потерявки одежи нет не дали бы там и шубы и что угодно есть теперь зачем это натягивать одно на другое что нельзя было об этом сейчас и речи нельзя было приятно что она попала в секту ты сейчас это другое уже раз да теперь то уже все теперь зачем мне сейчас вот то говорить что сейчас говорится ничего теперь уже теперь надо было раньше уже было дело в погоде в душе зима в душе никакого понятия подчинению мужа вообще нету совершенно нету ну с меня чё теперь спрашивать когда он же с ней разговаривал не он же прям с на место чтобы ты понял что это никакая не причина они сейчас там говорят что епископ тамошний он сейчас брак признаете действительным и на этом все это уже дальше пошло уже прошло полгода это ничего этого не предвидеть если видите говорит что она говорит это вторая галя глушкова полное абсолютное противление поношения хуление всего что было и хрещение действительно и батюшка неблагодатный так причем тут зима ну теперь вот потеряевку мы переместили где шатры и все она бы осталась нет однозначно да не надо однозначно однозначно она бы осталась игорь она всех и не останется батюшка без благодатный да не было бы никакой секты она бы никуда не уехала она бы здесь рожала перестань ты ты начинаешь обрезать кургуза мыслишь это уже у нее внутри это она уже говорит куда мне она слушает что скажет скуратовский дудин они на него выше и долбили игры ты занеси в черный список она еще была первые дни а он ее уже мотолил мотолил это скуратов потомок может быть задавут сшившего митрополита филиппа она не совершенно не послушная я хотел побежать что было с алексея устинова ангелиной она тоже приехала ничего не знает но она каждого петушка фотографирует второго ребенка родила она все везде старается алексей строить дом а здесь готовый дом готовы в которой она не вложила ни одной копейки и в этом сколько лет жил миша и у миши таня больная никто никуда не ехал а вот такое под температуру под туалет да если по душе то горит рай в шалаше это вообще не было и стала стояла она под венцом она думала что я повезут шатры авраама на плюс 15 зимой будет нет конечно а из-за чего отрава она не хотела послушаться когда я говорил ты этих мерзавцев скоротовских дудины занеси в черный список и она сидела только слушала они на нее глядят такое лили это там сатана там игнатий там сатанизм то никакой церкви нету она вот чем пропитана то а эта погода то сейчас под задницу теплый туалет подгоняйте он вообще никакой роли не играет туалет приехала Андрея Устинова она из городских условий живет пятеро ребятишек приехала она и всем довольна Ирина вообще даже наш Павел говорит золото говорит женщина даже Павел уж пищушка и тот Устинова Андрея ну а как по другу никогда по-другому не было я женился сказал она была там в Кызыле поехал все кончилось и и всегда так было вот она приехала познакомилась с ним ну и он и в черномазе там какой-то черный или как называют сказал туда все она уехала и она там с ним живет на юге там он бросил он ее не бросил а здесь ей сделать все противно она здесь уже начала долбить его не о зиме она говорила здесь это не церковь это секта почему она слушала что мама говорит а мама в церковь раз по заказу ходит мы в доме то у ней были то тут вот в чем дело то она обманула она веры то никакой нету прожженная проблуженная Франция она здесь то не прислушалась здесь ей полная любовь была оказана в школе пристроена она ходила улыбалась а меня не любят дальше меня не любят она не говорит что ей теплый туалет нужен она ни разу не поминала это можно дома на ведро ходить и можно как у нас мама ходила там кладят откупили и все нет это даже не надо говорить это вы видимо с ней были тоже подкачка там у вас была марина там что-то ей говорили ну у вас больше ничего не может быть конечно осиное гнездо едолитое жабы и так далее друзья друзья я коснулась чуть-чуть какого-то вопросика маленького все сразу уже у вас там не у вас там уже говорили это у вас может быть они у нас до этого говорили когда я вам хоть раз попустился попустил то чтобы нашу дружбу разрушить хоть раз где-то я там порочил вас то что вы говорите там неправду или еще она когда была ей уже говорит игнатий тихонович я вам говорю то что я думаю все не надо меня закладывать свое не так не закладывайте мне ну нет я думаю то что я думаю все я не просто думаю я прям вот так она сидела я с ней разговаривал и она сказала она сказала конкретно что витя не озаботился как муж мужчина от а ее пребывание вот здесь она ничего не знала и заботился не с дом купленный дом я понимаю все да да все прошло но если только было бы у нас температура как в медсе плюс 15 всегдашняя а здесь то минусовые температуры такие она она приехала на вот такая все скукорченная вся ходит в этих шубах замотанная она у меня дома-то начала раскрываться у нас то постоянно что просыпается то что холодно с чего на 9 то просыпается где это удивительно с чего на 9 как это все ведь а где а чё у нас хочу у нас она утром вставала почему она не она не встает а почему как не встает но я не в пять часов конечно я говорю не в пять ясно не в 440 не в 440 не в 440 все это тоже нету этого да не в 440 6 часов поднимаются в церкви нету речь идет о том что церковь на 8 ведь а где поджена она не встает она не встает но это уже разве о чем-то говорит он боялся трогать и она желает ведь и выехать никаким образом не способствует этому она должна оформить это как самое настоящее бегство он ведь они остановился ему как раз это и надо как раз а туда поехать поехать только на смерть там ничего нет у него при том смерть физическая а духовным я даже не берусь говорить он сейчас рассказывал пока вы какие у него овечки там курицы она приехала все ведь и человек на хозяйстве не женится женится на на невесте или она за него выходит вот и все это как рассказывает привели ее показывать все там райские обители прошла все 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 светит поет и благоухает ну и когда она говорит а где муж а мужа нету так а зачем вы все это показывали тогда зачем ей мужа показали видите по всем статьям уж которых поискать надо грамотный глубоко верующий благовестник спортсмен поет играет и таки можем пренебречь это значит что за этим боязно сказать что стоит ее там что-то не предупредили не сказали сибирь да в сибирь то ехали из центра россии это и кто-то повернул назад не один не один всю сибирь которые заселяли а ехали то откуда откуда бы они не ехали назад никто не поворачивался а сейчас эти узбеки разные приезжают здесь и жены и они обратно уехали до кота туркмения никто никуда они закрепляются целыми деревнями сейчас и потом на север пробирается на самый где это у них там резнятая кандагопа то уезжая вам надо уезжают вы часто и уезжает ничего такого нету чего такого не уезжают как не уезжает когда он уезжает узбеки работая на выезжает приехали тут теплые места уехали обрала уезжает если она выезжает с ним а что она не поедет но кто про это слышал у какой то есть у нее понятие не о сибири нет а понятие о том что такое жена жена это и нитка с огромными узлами куда уголка туда нитка погон поговорка ты говори таком и что дальше ничего нету надо принять это как от бога ты ведь и молился до молился нас просил молиться молились все прими как от бога это от бога она полностью взяла ответственность за себя и ребенок этот видимо не важно даже с кем он будет с отцом или нет а там он никто не уважаемый не знающий языка не работы там свои без работы сидят он начали взрывать подряд сколько было такое массовое даже других государствах не было и куда ехать частых от чем там его уже ждет уже работаю ему сделал с собой рядом там вместе чтобы он с тобой вот да а рядом не такая работа у отчима не очень-очего да очень-очим ему приготовил работу там это где-то под ним чтобы он был недалеко а о чем у него занимается электротехникой ты такой рассудитель нужен уже ты не видишь это смерть другого слова даже не дачу ему никакой не смех смерть при том смерть ну абсолютно я же его туда не отсылаю витю но и совета совета делят пополам от ищу мы съездил он же там был съездил на газели на тут мы заехали мы ночевали только ночевали одну ночь и что он видел где он видел то ничего не только видел кухня и туалет больше ничего не видел чё он видел то ну посмотрит как раз вот и все ну игорь ну поехать посмотрит ночью когда она совершенно за него не держится никак заботиться о том что узаконить беззаконие сейчас только одну узаконить беззаконие что бракшина не было теперь уже много можно чем говорить я чё теперь могу уже сделать если он вот по вашим словам вот уцепился за это и только говорит о том что там везде сатана смерть погибели ад в этой франции о чем будет она еще говорить она конечно сейчас такую стену выстроит уже сатана там между ними ну конечно не на примирение все это будет он и не должен думать об этом он муж или еще она мужика превратилась он работает здесь на месте находится вся родня здесь она то не француженка она с белоруссии приехала то длинная родина никакая ничего для него это одна из основывающих станций по франции лезет она она никто во франции то она давно ли начала говорить по-французски то и этот отчим ее у нее французское гражданство она она осталась только гражданкой франции ну хорошо в чем дело у нее даже был белорусское сняли гражданство не знаю она сейчас восстановить нет его она же беременная пустое все у нее такой надо родина то где ее когда каждый народ побежит своему народу исаев говорит 13 14 каждый народ к своему народу а русский белорусский это одна нация но когда побежит еще же не бегут еще же есть путь спасения открыта половинка же для язычников если русские язычные вы же сами туда ездили в европу для кого вы там все это отдавали вы так рассказываете как будто там проклятого веки веков но вы-то поехали отдали и не одну библиотеку не жизни вот они сидят а я чё о жизни говорю я говорю о благовестии русскоязычное население и там священники есть очень мило русские он пришел так нам по-русски ни одного слова не понимает который за ней ни одного слова хотя бы одно слово он знал по-русски и главное как я стал когда рассказывать про григория ефимовича распутина что это единственный пророк который старый предсказал он как поднялся он поп промасоненный насквозь сидит меня масон может быть двадцать пятой степени вообще никакой веры нет я в другой подвижу вопросы задавать даже не за чем совсем он совершенно другую тянет политику ну чё говорить они у нас такие это их духовники у нас у нас не такие не игру могут быть игру могут быть таки не надо разрывать откуда это шло не хотелось бы чтобы так все закончилось то от нас это не зависит еще ну не зависит что я могу только молиться я понимаю не о том что витя должен теперь сесть и поехать и заметьте я с Витей ни о чем не говорил об этом вообще говорит не надо ни под каким видом ведь и не нужно трогаться это только так бог отнял разума хочет наказать бог когда первым делом отнимает разум но витя пока молится постоянно обращается помолиться и я отвечаю только за каждый ответ благодарит видит как ему надо ждать и работать бог может у нее мозги в один день повернуть назад но это уже у них шило колючка зазубринкой в него вон у нас же без этого никак нельзя у нас сегодня у нее никого шаром покатить никого там нету и за квартиру платить квартиру то не их они в долгах в один день станут она все таки у нас крещена она прошла столько какие беседы были и так далее ну чё сразу у нас как змея это осиное гнездо и ядовитые змеи а по я не могу вот ничего от этого понять ты еще не понял ну чё у нас нету где миротворчество где все то о чем христос говорит то но игорь сейчас каком миротворчестве говорю я говорю о том что надо мир от миротворчества нам теперь подключить подскажи путь к этому путь ну во всяком случае не не сатанит все подряд у вас уже и франция сатана уже скоро люди в сатанами будут конкретно но беседовать с паники беседовать и с ней и с виктором сколько раз ты беседовал с ней как она уехала я не беседовал 0 я не беседу ну вот нулю и приятно беседу ничего этого нет потому я вот здесь потому что у нас было все так сделано она вот когда уезжала то она сказала что с виктором будет поддерживать все вот эти отношения по скайпу и они будем мы как вот все друзья будем но все закончилось над тем как только все разлетелись все дружба в россии она находится под этим мощным потоком лжи для нее самые лютые враги которые на меня нападают ей друзьями стали ведь я сказал то вторая галя глушкова есть деваться не куда она беременная она вот таким животом ходит все еще теперь куда и ездить и никуда ничего даже трогаться нельзя она на каких-нибудь сохранениях и так далее чем мы не знаем этого что ли я говорю ей выйти здесь надо было она не послушалась совершенно да где тут быть и даже рожать негде не в стогу же снежном как где ну как ну где рожать ей у нее нет ни не полюсов ничего ничего давай по порядку марина коем чуде здесь было где она рожала их где валя скажи там которая сейчас отражает где она же там где ирина рожает усинова где у италия рожает все здесь рожают никто никуда не бежит со все алтайского края никто никуда не бежит во францию рожать не едут но она же во франции живет и поэтому она там утра где родит и все ну то что у нее там все ее медицина французская дает и все возможности чтобы она там родила и воспитал начала скармливать ребенка 2,5 миллиона юрина юрина уже полностью отняла детей и туда толкать они приходят она ребенка держит на руках удушающая любовь удушающая любовь все забрали и с ребенком видится только раз в год под надзором полицейской и туда во францию ехать полностью перевернуться сейчас спрашиваю а как там оттуда бегут и везде там сейчас такой черноту стиле отовсюду наехала я говорю а как во франции вот эти разные праздники мусульманские христианские тоже никто не знает там полностью уже сегодня где-то ухина 46 процентов мусульманская и туда ехать за чем можно подумать у нас тут нет мусульман нет зачем вот это на сто процентов православные русские и я-то понимаю прекрасно вас о чем вы говорите игнатий иванович но зачем вот это такое вот такое черное облако над этой европой сгустели то я не спускал и вот так вот всегда мы-то вообще у нас мусульман у нас это конфессия 1 вы любого спросите у нас три конфессии это православие католицизм и мусульманство все все об этом еще сейчас баптизм даже подключают вот они четыре протестантизм этот и все знают и живут и ничего мусульмане нормально сейчас и там тоже устаканится успокоиться все это спокойно как не успокоить не успокоить обязательно успокоиться они не забудь только сегодня их будут 2 мая ты говорила только хуже будет естественно вот они сейчас нидерланды рванули они одновременно могут сделать минимум тысячу смерти как послать и уже на улицу боятся во франции сидят выйти даже в пятницу переполнена улица сейчас чисто ни одного человека нету игнатий иванович вот 2 мая запомните что я вам сейчас скажу будет то же самое все на бульваре этом в париже будет также все столики там будут эти кафе будут гулять люди все будет точно так же мусульмане будут все сидеть по клеткам там которые эти ярые там сильно вы мне сказали я вам сказал вы увидим кто вы говорили там японцы на нас нападут кто напал украинцы быстрее нападут чем японцы вы говорили про китай я тебя быстрее придет к нам чем китай но вот сейчас мы что и вы говорили это в тринадцатом году в двенадцатом и что шоу говорит россия раздроблена на счастье и нам ничего нельзя сделать где она раздроблена как понять кто раздробил эту россию на части уже поделена на картах мира фух я думаю кто то не может ну и что людям негде жить еще не понятен я в свою мозгу тоже раздробил уже мир на части куда бы поехать работать мне я знаю где есть золото там моют там там у меня много чего в голове ну и что толку так я то здесь работаю в сибири школе преподают законно их территории китайские куда до какого места и гнатин они ходили до этого места я понимаю их прекрасно они поэтому говорят что да впервые там были китайцы вот сейчас где построили этот восточный ракетодром этот там впервые впервые были китайцы но они пришли торговать они там не жили они только того они жили по амур вот как они жили приехал адмирал ну тогда у нее адмирал капитан невильской сейчас почему это очень важно капитан невильской приехал нет отмахни по амуру вот так проплыл и он стал российским ну ладно это дело другое 1780 там потом выступает и говорит кто поджигает сейчас украина никаким образом не могут говорить они с сирийцами у себя готовят уже там на украине сюда на россию это там одновременно начнется теперь я понимаю турции отношения какие-то самые мощные армии флот в четыре кажется раза больше российского всего у турции у турции сегодня флот в четыре кажется раза больше российского и показывает самое современное оружие турция сейчас на ножах стоит только за все прошлые годы те века за проигрыш а вот этот который все это мусульманские страны мусульманские республики в один день они там будут вот они сейчас сегодня говорят на много ли таких которые нелегально тут татаров так это семьдесят пять тысяч среднем только в одном татарстане 75 тысяч готов встать под оружие если они молятся одни мужики склонились сколько у вас 10 тысяч ходит у нас 10 мужиков не найдешь чтобы склонились вместе там все ну глянь маленько в храм это кто у них под руководством он сказал вот так вот все до того показали ты ходил на елку как они друг за другом русского убей никто ты никто не заступится никому не надо ну это я понимаю это понимаешь они где бы они ни были они то вышли на площадь показано в москве вышло сколько говорит полтора или два миллиона миллиона русских сейчас или православных во всем мире нельзя собрать тысячу мужиков чтобы одновременно поклонить и гнать и гнать они кланяются миллионами а у нас миллионами шагают по красной площади с автоматами и с ракетами у нас только сказали миллион десять тысяч десять еще миллион будет шагать нету будет 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 10 10 миллионов будет шагать это какая дедовщина друг друга убивают гробов ничего уже нету все это уже все это искореняется дедовщина уже все уже по-другому сейчас сейчас все офицеры почти что с квартирами уже путин все перерабатывает путин как нормальный диктатор строит армию нормальную армию будет построена все и мусульманов всех прижмут к ногтю вы сами это понимаете без этого никак не придет антихрист вот он говорит об этом вот посмотришь как будто целенаправленно кто-то поджигает нашу страну со всех сторон кто-то он не может сказать кто или боится и куда ни посмотрю у нас одни враги у нас сейчас никого нигде в мире то нет друзей чего мы будем говорить у китая кто самый самый желаемый это территория россии и россия не меньше как до урала вот который сейчас я говорю япония япония сразу занимает то место которое принадлежит это по праву а почему вы считаете считать не надо вот они собираются со всего мира но сидит там правительный русский ну как вы считаете один человек на гектар это достаточно 1,4 нет но у них говорит 380 на 1 гектар но мы все одинаковые жители одинаково а почему вы решили что ваша земля по амуру пропнул там как говорит и наша земля вы добровольно даете или через военные действия поэтому путин обвинять нельзя вот эта дорога мы ездили как путинская дорога до востока а зачем что-то иммигранты чтобы могли теперь и они все сопки сделает этажами у них все будет расти ну как это в бирме вьетнам смотришь они террасами делают вырубает землю засыпает и дальше питаются айгантик начача не растет до сих пор где ну вот их много здесь китайцы приезжают чего не растет у них на колыме вы были на колыме вы знаете как там чего растет на колыме не было ни разу вот копнул и там лед вот и все и все время этот лед там стоит чё там будет расти и там ничего не растет да она что а вот это где ну а докуда идет вечная мерзлота вы знаете у нас откуда салтая да нет я говорю докуда вот вечная мерзлота вы поезды а я геолог я знаю где она заканчивается я вам хочу сказать игнатих не волнуйтесь сибирь никому все равно не забрать никогда она никому не нужна нужно все только одни расчеты делают а как мы будем попки подмораживать когда придет ноябрь и все понимают нет где китайцы выходят у нас по барнаулу а у нас барнаул самая южная точка сибири где они ходят их никого одних встретил как-то в ноябре проповедовали ну как вам по-русски говорят холядя холядя и так ушки поправляют этих своих шапочек холядя все у них ничего холядя вперед свой китай этапе сидите вот сейчас я тебя включу здесь но показывает мы дали им китайцам четыре с половиной гектара я сейчас прошу сколько 45 тысяч 45 тысяч и они землю что делает куда отходы и какой у них урожай какие-то привозят удобрения там особо который нас нету которые дают им в 10 раз больше землю через четыре года пустая земля как пустая игнатих дорогой вы мой человек вы то знаете россию вы сами из этой семьи трудяк вот китайцы они нам сейчас покажут как надо работать знаете почему они показывают потому что у них не было таких поганцев которые поубивали всех у нас наши фермеры знали кулаки как это все растет но их убили их нету сейчас этих людей я бы и сам пошел землю с удовольствием я вот начинаю лопату в землю втыкаю я чувствую у меня корни мне охота копать эту землю но у меня все убиты я даже не знаю где кто у меня был они умели пахать они умели выращивать лошадей всех загнали в города в эти резервации всех тут сгнобили в одну и учили этому поганому коммунизму и теперь я вот сейчас были на остановке и люди коммунисты много добра сделали меня разрывает игру народ очнитесь вы о чем говорите коммунисты убивали всех кровь лили нашу наших предков вы о чем говорите нет коммунисты хорошие защищают надо и все так как-то полярнуть на докрытие кредит и но мы учетом говорить к вити поворачивать мы говорим о том что так пока что обильная обстановка пока что все повернуто к тому чтобы молиться надо молиться еще и у них пошел раздор этого раздора ни в коем случае нельзя допустить она хорошо была знает здесь она знает здесь она знает хорошо марину она уважает марину марина с нею очень ласково добро говорила много а что она говорила марина до того до того до того до того говорила она что бы она она даже у нас пожила у нас пожила здесь пускай поживет у нас не надо никуда ехать поживи тут почему уехала ну почему уехала потому что потому уехала ну там много всяких не я надо было визу продлять продать и так далее неверие в бога потеряна вера и она слушает вот этих которые я даже про это ничего не знаю вообще даже про скуратовских я даже понятия я думаю что вы через чур много думаете о том что они на нее повлияли она мне сказала она мне это этого не говорила что она пишет витя мне передал я говорю у меня документально это все подтверждено могу так сказать со своей наша община вера все это враждебно со своей стороны могу так сказать я могу с ней поговорить по скайпу в принципе могу поговорить я с виктором тоже не разговаривал я только одно я знаю что я я тоже никому не нравлюсь не с той стороны не с этой стороны не там не сям нигде я вот никому не нравится как россия то говорю не нравится это говорю не нравится но это мои мысли такие я вот так думаю нужно сделать виктор он учитель он и может Работу и в городе поискать бы Пошел бы на такое, ничего страшного Я же не говорю, уходи из веры Убегай из общины и так далее Да и во Францию бы съездил Не переломился бы, ничего не было Ему билеты покупают Билеты покупил Приехал, поработал Он один что ли? Я знаю человека Он уже старый, ему 70 лет Он поехал вообще на Мадагаскар Ну и правда его туда завезли Чтобы он там золото нашел мужикам Молодым, они с пьяных глаз Завезли его туда, он поработал 3 месяца Они говорят, ну что нашли что-то Он говорит, ну там есть признаки золота Они, ну ладно, собрались, уехали Поживи тут, дали ему что-то 200 долларов И назад нету И телеграмму только У нас тут эти, закончились визы Мы больше не приедем И он остался один И он сейчас работает там Женился, у него там Двое детей Живет все, вот оттуда по скайпу мне Там говорил, давай, говорит, сюда приезжай Тут, говорит, здорово, вообще, копейки жизнь Все хорошо, будем золото мыть, говорит Я говорю, ну ты даешь, разве так можно? О духовном ни Порошенко тот человек не говорит Ну, о духовном, о духовном что можно сказать? Конечно, он же не верующий Он даже не знает, что оно существует, это небо Я не понял, со мной-то не надо об этом разговаривать Ему красный флаг достаточно Мы-то с вами знаем все А синие полосы они уже отрицают А про белу даже не слыхали Мы-то не про это говорим Она жена верующая там Там есть церковь и так далее Ну, поехал, поблаговестовал Там русскоязычное какое-то население Ваши книги пораспространял бы Посмотрел бы Когда все это под запретом уже Где там что под запретом? Ну, у нее под запретом Не надо Со мной так разговаривать не надо, Игнатий Игнатьевич Вот это Не надо вот это вот Хорошо Давайте, конкретно факты Вот вперед Факты, давайте Слушай, опять слушай Давайте закончим на это И все Все Я вопросов отвечать хочу У меня нет никаких вопросов Все, я все Ты задал, я тебе говорю, ты говоришь факты Я начинаю говорить факты, ты говоришь не надо И что там такое Ну, один, может быть, назовете Ты меня забиваешь, подожди, остановись немножко Да, понятно Что ты так нервно себя ведешь Да потому что я все это знаю, Игнатий Игнатьевич Я здесь знаю Пока же спокойно Я сейчас покажусь здесь с нами Не надо это зря-то Валентина Старкисон В городе Зоннеберг Недалеко от Нюрнберга Мы у ней были дома Она приезжала со своей сестрой из клочков Тамары Принимали вместе крещение Но она-то в Германии И она помогала священнику Бондаренко, отец Андрей Он ничего не знает Нормально от патриархии Только батюшки сказал А раз от патриархии из России посланы Десятки раз проверены Он ни слова нигде не скажет Он как пробка вылетит оттуда Что туда отправляет людей Это уже, ну понятно, кто не Он нигде слова не скажет Когда он стал спрашивать Я ему привожу 136 свидетельств О полном погружении Он не одного Он звонит в Барнаульской епархии А Игнатий Лапкин, вы знаете, знаем А он у вас причащается Нет, он с нами не причащается Все С ними я не причащаюсь Я архиеретик Ничего больше не надо Вот отношения Теперь книги какие Все книги сжечь Все это выбросить Вот это все их отношения с одного слова Он в интернете запустили Они эту грязную волну змей Пустил, говорит, изо рта реку И эта река заливает все И она из этого выбраться не может И вот я там поехал когда в Германию И говорю, Валентина А ты могла бы мне отца Андрея Этого показать-то хоть увидеть Который меня в глаза-то не видел Она лишилась церкви Там все подняли Все до одного против И дочь родная там пошла Против нее Татьяна Но вторая дочь приехала Катерина приняла крещение Она привела его Но привела с каким-то человеком Я вот так и не понял Кто он Какие-то у нее мысли Видно, что они его просто подтолкнули Как-то вроде экстрасенса Не экстрасенса Что-то у него такое Ничего нету Батюшка, а вы что-то имеете? Нет, ничего не имею Результат встречи Имел положительно только тот Что с его стороны На нашей епархии Прекратились звонки Другого я пока ничего не знаю На больше он не пойдет Он не для этого туда послал Вот я сегодня засчитал Который на смс мне скинул Секретарь местной епархии Так это открыто Могу говорить Здесь не защищи ничего Не причащаемся вместе мы Все враг Чтобы к себе так тянуть Как у них У них главное затянуть туда А сейчас там у них что делается? Сколько людей Вот выступает Говорит, примерно 30% Говорит, священников Вообще патриарха не признают Люди едут Баптисты на Колыму Вот сколько там журналов было Видео там и так далее В журналах Едут и там остаются В каких-то поселениях Там 200 может человек И все И живут там годами Чтобы люди к ним привыкали Здесь Господь Сам посылает все Жена, ребенок Есть там семья В которой можно пожить Есть даже будет работа Ну там может прокрутиться что-то Уедет в случае чего Но однако это все уже есть И почему мы не можем сказать Что это от Бога Какой-то плацдарм Ведь делали плацдармы Во время войны Кровь проливали А здесь вообще Палец говорится А палец не ударил А еще мы говорим Что я не пойму А Вите говорю Почему туда не поехать И вы говорите Вот это не так Пускай сам посмотрит И все Ты ответственный за то Что сейчас говоришь Конечно ответственный Конечно ответственный Ну хорошо Я тебе поехал И будет не по-твоему Что ты дальше будешь делать Что сказать Давай договоримся так Или как Ельцин Руку, голову положу на рельсы Перестройка не пойдет Она не пошла Спрашивать я Я так понимаю Давайте я поеду туда Когда? С ним вместе И что ты будешь делать там? Смотреть Чтобы было по-моему Потому что надо же будет Что-то подсказывать Этому великовозрастному ученику Подсказать ты ничего не сможешь Так вот о чем и речь идет Пускай он сам трудится А этим делом потрудился И пускай подрутится вот этим Ничего не будет Они свои Ну это другой разговор Никакой работы нету Да и зачем он приехал бы туда Когда здесь уже знают Столько лет прожил Все делал А я не верю Что она слушала Скуратовского И теперь поэтому Она будет хаять вас Меня Брата Сергия Батюшку и так далее Из-за того что вы с Мишей Не дали им дальше пожениться Вот из-за этого ушла Вот он Скуратовский Говорит здесь Сидят они в студии Он говорит Я говорю Все-таки говорил одной Против Игнатия Она ушла из общины Она мне сказала Ты что я говорю Буровишь-то прямо А вот она сказала Замуж Он говорит это Он говорит Я ей говорю Да он-то сатана для того и говорит А ты говоришь А он не говорит Да он-то может и говорит Но она тут при чем Она говорила мне Она говорила И что она говорила Что говорилось со Шваратовским Что его мысли Проникают в нее Да, именно так Она мне вот здесь приходила Когда она к эгоистам ушла Кто? А, вы про Кубайкину Я про Кубайкину говорю Здесь она вот сидела, принесла литературу Вон она лежит День и ночь молился, она вернулась А дальше у нее такой авантюрный характер Она была у причинников Такая секта, причинники называется Выявляет, причинное место видно ищет Она называет, где была там Ивановцы, всех перебирает-то Она нигде не останавливалась Теперь у нас побыла она сколько раз было Я допустим, вот я не знаю Я в Вите просто Ну уверен, ну как, нельзя на 100% быть Но я брата Виктора знаю И я хочу ему Ну не счастье там, счастье земное все Я хочу царство небесное Для него и для тех, кто близок к нему Да, он без меня женился Я не знал, нас оградили полностью От этой Анны, Жанны Полностью оградили, сказали С Дебуновыми не общаться Все, молодцы, сделали Хотя Марина ее приглашала Чтобы она здесь у нас даже пожила Прежде чем какие-то умозаключения решать Она Тане Дмухе Марина говорила Не выходить за этого длинного Олуха Говорила, она ее уговаривала Она плакала, на коленях стояла перед Таней О ком говоришь? О ком, вы знаете о ком О балбесе этом Проповедники Блудники, о ком я говорю И Марина ее уговаривала А Таня пришла к ней И Таня после этого прекратила все отношения с Мариной Она все сейчас уже не подруги Как было в первые вот эти вот месяцы Когда она приехала И была там у Петеримовых Так тетя Алла до сих пор это помнит Как это все произошло вот так резко А Марина восстала и все, говорит Марина, нет, за него не ходи Не ходи за него, Таня Таня, я его не люблю Он мне как-то не нравится Она прям на колени встала Я, говорит, почувствовала какую-то трагедию этот момент Плачет прям Ее держит вот так Не ходи за него И что дальше И тут бы хотя бы было И она бы, Марина бы отсоветовала идти за Виктора Отсоветовала Викторе никакой муж был Никакой Он никогда не думает о женщинах Они ему зачем нужны, Витя Он чистый монах во плоти И пускай бы жил бы один Зачем ему эта женщина нужна была Они разные совершенно Это все мы только сейчас узнали Что они дали-то Марине, это ее Зачем мы оградили Она все уже сделала Она уже к нам должна была приехать Все оградили Нет там гадюшник, змеюшник Вот получили теперь Вы что думали, Марина Зато раз она свахая Она, да, давай там с Вити слепись Ну что, она совсем безглазая что ли, Марина Где у ней хоть один кто разошелся? Все, кого она Повыдавала замуж и женила Все семьи крепкие Даже он у этого У Волкова В старобрядцах Ни одна, никто не распался Даже понятия не имеют об этом А он ее как назвал после этого Кого? Марину-то, Волков-то Ведьмой? Нет, не ведьмой А как? Колдуней? Да нет, это как Экстра как-то Ну человек, который может влиять Мозговыми центрами своими На других людей Ну он-то взялся Какое-то сложное Он-то для нее не друг взялся Да он, кого он пишет постоянно И вот сейчас опять в очередной раз Опять Марина пришла Говорит, ну все Слава сказал Больше он не хочет со мной Иметь никаких отношений Ну а он пишет ей В инстаграм Бросает туда В мой мир И там А Марина там это Иногда что-то выставляет Так, подожди Говори Добрый день Говори, отец Воистину воскресе И вас поздравляю тоже, отец Аан Спасибо, Господи Поздравляю вас И желаю вам А большему на радостью За спасательной радостью Спасибо, Христос Так Дай Бог утрой, градной окрещен Да еще бы Поздравил Самое длинное поздравление Мне вчера пришло От секретаря местной метрополии От московского патриархата Ну я думаю, что Это не без ведома митрополита И пришли вчера и говорят Митрополит тут говорил проповедь В соборе, в своем Главном соборе И говорил о Потеряевке И о вас, говорит И похоже положительно Я далеко плохо слышал Ну как Что поздравляю Чтоб твердо стояли на камне веры Христовой Говори Это Пишет Секретарь Алтайской метрополии И Благочина Или как Или настоятель Александра Невского храма Отец Андрей Там такой-то Басагов Или как Вот как За много Ну еще бы Батюшка-то его пригласил На день деревни Он, видимо, может даже приехать Ну вот такие, брат, дела Враги-то стараются Чтобы рассорить А ничего не могут сделать Дело Божье-то стоит Вот сейчас Батюшка привез ролики Я буду ставить Сейчас вот Гляжу Ну Как вот там деревья пилили Как этот пруд делали Они все-таки засняли Ну ты Если бы был в моем мире Попроси Чтобы Зайти на канал Канал Видеоканал Открытым оком Запиши Канал Открытым оком Да Открытым оком Во свете Библии Напиши Канал Видеоканал Там 4580 Наших роликов А последнее Ты там увидишь Про Потеряевку Вот на той неделе Уже поставил Как они готовят Как пилят Да В Ютубе В Ютубе Видеоканал Запиши В Ютубе В Ютуб Зайди Заряди Видеоканал Открытым оком Игнатий Лапкин И откроется И дальше только смотри Да ничего больше не надо Да конечно И как мы тут Пасху встречали Какой концерт Ставили в Барнауле Потеряевке Ты все увидишь Ты не оторвешься Смотреть будешь Лучше многосерийного фильма Да так Видеоканал Видеоканал Открытым оком Ну и запиши Везде Ставь Игнатий Лапкин Она сразу тебя выведет Ничего больше не надо И вот это вот Что мы с тобой разговариваем У нас как раз идет запись И эта запись тоже попадет туда Вот так Ты увидишь как смеются тут И ребята сидят тут Братья наши Игнатий Горьевич Поместуйте вашу братью Это ваших близких Спаси Христос Давай Пасха радостная нынче Какая-то особая Пасха Ну благослови Благослови Помоги Господи ему А он как будто бы Мы ни у него Ни дня не были Видимо его оставили Там настоятелем Он как Епископ Не чистится теперь И он боится Похоже слово сказать Батюшка был Совершенно как чужой Говорит Он ездил туда Там у него Он там На исповедь ездит Абсолютно Как будто бы Чужой никогда не знались Это чисто Чисто поповское отношение Аминь Мы ему благодарим За 13 лет Что с нами был С 13 лет Ну отец Ну он в Сибири Дальше не сошлют его Но нигде никак Как будто бы Никогда не знал Не на что обижать По-хорошему Мы когда ездили на благовесие У него два раза ночевали Туда и обратно Вообще Ни одного слова Ни упрека Ничего нет Я отвозил много воску Ему батюшка покупал Он платил конечно за это И он нас благословлял И ничего не было Вообще ничего между нами Плохого не было Только доброе Ну непонятно Его такое отношение Ну Это его Вот такое отношение Это чисто поповский менталитет Так они заботятся о своем Говорит Реноме Боятся потерять То местечко Где они находятся А больше он Нигде не получит Так Что случится Если он вам позволит Хотя бы Ни разу Никогда Ни разу и никогда Даже последний раз Когда был Еще от нас он не ушел Еще пять лет не закончились И приехал такую даль Местный епископ пригласил И к нам в общину Мы еще под его руководством Были Даже не приехал Чтобы случайно Что ему не сказали Более трусливого Сословия Более Бесправного Чем попы Никого нету Именно попы Попы Об этом Григорий Петров Говорит Все говорят Самое бесправное Никакого слова не имеют Архиерей только требует И он не может Не выслушивать ничего Андрей Кураев говорит Ты желаешь принять монахи Ну вообрази Ты ко мне приходишь Я даю тебе ножницы Но я тебе говорю Отнимается все имение Право передвижения Право переписки всего И я об тебя ноги вытирать Буду сморкать И плевать И выгоню в любой день Не объясняя причины И ты сдохщик на вокзале На ножницы Подноси ко мне Чтобы я тебя постриг монахи Вот это права монаха Права монаха На жизнь бомжовской собаки Шатохи Это Андрей Кураев говорил Когда его еще не гнали И это соответствует действительности Я насчитал Жития святых И симфонию составил Так знаю о чем говорю Трусливые Очень-очень трусливые Корыстолюбивые Бестоланные И злобные Вот у нас Бог Как-то так делает Опять по хорошему отношения Ну хорошо Тебе журнал давали Русский дом Ты видел какие отношения И вы давали своим журналы Что они сказали Они Не слышат и не видят Журнал по благословению Патриарха Патриарший журнал И там такие статьи Просто все Расположены Фотографии А ваши А ваши вообще никто Не принял ничего этого Им это не надо А они показать Ничего не могут О них никто не напишет Это у Горького Есть такое стихотворение Он говорит А вы на земле Проживете Как черви Слепые живут Ни сказок Про вас не расскажут Ни песен Про вас не споют Это не Евтушенко Не Евтушенко Нет Максим Горький А Все с Богом Батюшка И так же Спаси Христос Обнимаю Целую Давайте Иван Саваров Так Значит Если у тебя Есть какое-то желание Посодействовать Значит В первую очередь Она должна Выкинуть из головы Все что ей говорили Наши лютые недруги Если будешь говорить Это Скоро Ротовский Дудин Минимум два Человека Это уже С ее Она сидела у меня И рассказывала про это Ну это сразу Первые вопросы Которые я задам Это первый Которые Ты можешь Скажи Выщистить у себя Из ума Что они сказали Они враги Лютые враги Они имеют отношение К миссионерскому отделу От Эдыра в преисподнюю И она не послушала Вот они у кого нападали У нас Самое хорошее отношение Соболев Юрий Марьясов Александр Нынче ездил Михаил Кальмаев Они прямо Сергей парализованный И он маленько Стал к ним прислушиваться А потом видит Они никакие Они злобятся И он отошел от них Так они мгновенно На него бросились Это Игнатьев Тебя беса подсадил Меня бесноватым Считай теперь И все Ну это нормально уже Это чисто по-потребшему Так и должно быть А то он то туда То сюда Начинает там вопросы Какие-то между вами И нами Мне так это не нравилось Он полностью отошел Как посредник какой-то вроде Он полностью отошел Нету такого последствия А они его считают Гастанавтами предали Ну это нормально уже Это видно Что покаяние достигло Да и он в последнем ролике Говорит Я что-то делал не так Меня простите Я сделал неправильный Ну ролик-то стоит Он должен быть просто другом Не надо никакими посредниками быть Вот И он должен идти В конве Чисто истины Христовой Все А то вот собирать там этих всех А шкурки эти Не надо это Сразу надо откидывать И все конечно И поэтому Первая Если будет беседа у меня С Жанной Она наверное скорее всего С Ианной С Ианной она будет В конечном итоге Я так понимаю Скажи возвращайся Потому что я Вот то что вы сейчас говорите О том что она Уже всем Чуть не анафеме Все придает здесь Это извините Об этом вообще Разговора не было Поговори Витя это мне пишет Витя Она здесь говорит Это не церковь Это и батюшка там Безблагодатный и прочее Ну как это соглашаться И речь то вот о чем Нет соглашаться Об этом даже речи не идет Соглашаться Но Надо Поставить в разговор с ней И побеседовать Я скажи что Ты занята грязью Которую пустил Трех Это семиглавый змей Пустил реку Откровение говорится Но земля поглотила Люди живущие земным Зачем тебе землей быть то Грязью этой Выщисти из мозгов Это и возвращайся И живи Люди На севере В чумах рожают Да не Но она родит то И там она Зачем там рожать То есть она здесь рожает Возвращается И живет и рожает Да это не так легко Там же визы нужны Ну хорошо Я тебе расскажу Она сказала Меня здесь никто не любит Интересно Да это неправда Как можно не любить Пускай Давайте Про скорпию На скайп выйдем И пускай она это скажет Когда будем мы сидеть Она не выйдет на меня Ну понятно Не выйдет Нет Ты выйдешь Там Как это А вы позвоните Она не возьмет Если вы ей позвоните Я ей сколько пишу В mail.ru Она нигде отзыва не дает Не дает Ни разу не дала Я Марину вчера спрашивал Марина А ты с Иоанной Ты вышла там Христос воскресе Она говорит Нет Ничего То есть она С Мариной А ты слышал мне сегодня Сколько прислали Которые из общей Я слышал Я же там был Я ее поздравил Она ответила Мне Поздравление Она и на занятия выходила Два раза Но я порадовался Тоже думаю Хорошо Вот представь себе Состояние Кубайкиной Я хотела поговорить Подходит со слезами Думаю Что-то у нее там Кошка сдохла Или еще что-то Подходит Вот под этим кустом почти Я терпеть не могу Это что такое Я говорю Ну скажи что такое Ну почему у вас Вот так вот этой Нинке Нинке Все даете слово сказать На Нину Александру Жолнирову Нинке Обе пенсионерки А тебе еще слова Не дают говорить Зависть То есть вот это Вот какая-то ревность Или что Зависть Относительно с Михаилом Они приходили Я сказал Зачем тебе нужно Ну он же запойный Ты что будешь делать Ну и она такое Я говорю Ты-то зачем это И Бог сделал так Что-то они никто Обоим посчитай почти А она уже пенсионерка Какое тебе замужество Зачем тебе это нужно Квартиры только его завладеть А больше ни зачем Я сказал Как я думаю Ты будешь Если с ней говорить Только одно Говори Возвращайся неразумное Возвратись Возвратись И больше ни шагу не делай У тебя все было Ты питалась тем Что люди здесь едят У нас все есть Ты была на обедах У батюшки Ты видела Какое богослужение Ты его во сне не видела У них церкви-то там Никакого нет Откуда они приезжают Куда мать ездит Там за десятки километров И она ездит там Может быть В год раз Мы были Совершенно мирская семья Абсолютно Никакого разговора духовного нет Привезли батюшка Он по-русски Ни слова не говорит Ни одного слова У нас записано все это Поговорили Так Я в интернете все спрашиваю Ты не против Что мы разговор наш Выставим в интернет? И до меня добрались С этим вопросом А так ты это что? Во веки вечные Нет Что нет? Не против Не против Во веки вечные Больше можете не задавать Этот вопрос Ты летом в лагерь Не сможешь к нам Как-то выбраться С ребятишками побыть У тебя здорово получалось Так ты был Игнатий Тихонович Я только Какие нибудь Я не знаю обстоятельства Они без меня там Ничего не смогут Ну что-то случится Мало ли еще А если что-то случится Я буду там с вами На коляске Или что там Я не знаю Будем молиться Чтобы что-то случится Ну только пожалуйста Не замаливайте до такой Дайте походить Еще своими ногами Я бы с удовольствием В лагере-то побыл Ничего себе Это я чувствую призвание В лагере А ты с детьми-то как занимался И в пути Походы разные И они прямо вокруг тебя Там эти ящерицы Я боюсь К рукой прекрасно Он в ладони ее держит Показывает Ну вряд ли Ну я могу Дело все в том Что она же Она же сейчас в отпуск уезжает В Бельгию В Москву и в Бельгию Вот сейчас прям А почему бы не взять Отпуск Да не потрудиться Да уже все Она взяла уже Там уже столько денег Затрачено на все это Ну а почему Никогда не попросятся В лагерь-то Она же все знает Ну она Конечно она бы была Очень полезная Ну а почему Ну она не попросятся Нет Не то Ну а ты-то как муж Повлиял бы он ей Да я прошу иногда Ну а она чего Не хочет Не хочет А так-то она Вообще Я говорю Понимаешь Ты там такая нужная Тебя бы благодарили дети Так ты хорошо готовишь Такая ласковая Они всегда живут Тетя Марина Тетя Марина Все это А ты во сколько встаешь обычно? В шесть Ты в шесть встаешь А Марина? Ну Если на работу ей надо Она встает В шесть Ну в начале седьмого А так она Ну в восемь часов Если выходные Ну может в семь То есть Ну до девяти Она не спит Однозначно Марина до девяти Не спит А что она не хочет С тобой на утренней молитве Побыть Вместе Ну если я Ее Просто Встаю Она поднимается Я начинаю молиться Она Помолится со мной У нас утром пристает на 4.40 И когда мы выходим Утром в туалет У Надежды Васильевны уже горит свет И ей звонит Никита И мы начинаем молиться Она приходит Ну у меня не Надежда Васильевна Однозначно Ни разу не проспала 4.40 Моя жена не Надежда Васильевна Это однозначно Она на благовестие не пойдет Так что У ней свои А это только что вернулось До архиерея добралась Надежда Васильевна талант в этом деле Так что Была бы такая жена Как Допустим Вот Марину с Надеждой Васильевной Смешать Вообще супер Я говорю Еще ходишь правильно А посмотри какая фотография Я говорю Ты опять с митрополитом встречалась Вот она стоит А вот митрополит Сергий Стань прямо Вот они Видишь Вот она стоит Рядом И с Максимом Она там установила Контакт И с Антонием Со всеми И там И просит благословения На занятия в школах Везде висит И где бы она ни была Все архиереи Дают благословения Так она вела Занятия в школе Народного творчества С учениками Там где Игорь когда-то был Вот и наш митрополит Когда увидели Что я на Прощенное воскресенье К нему подхожу Ну крест держит Все прикладываются Я подошел И он меня вот так Хлопотил И трижды целует Я говорю Да еще не пасха же еще Он не может остановиться Вот такой же Смеется И там видно Сзади у меня крестом Прижимает к себе А людям надо Чтобы рассыпалось У нас хорошее отношение С ним Надо же эти Были же в свое время Такие интересные митрополиты Вот эти Епископы В царское время Помните Когда мы Проходили Собор 17-18 года И потом Некоторые из них Отказались От перевода Богослужения На русский язык Это батюшка вышел Я решил сфотографировать С девочкой Подошла бабка ее А в это время Костя и я тоже Ну вот сфотографировал их Хорошая? Ходишь как И потом Этих архиереев Кого на царских вратах Распяли Большевики Кого закопали живыми Надо же так И вот только Читаешь Какие умные люди Все И простое решение Пускай люди Знают Богослужения Давайте переведем Давайте Дадим нашим Талантливым Переводчикам Перевести С церковного Славянского На русский Вот эти вот Простые четверостичные Там ничего Такого особенного Нету Ну такая радость Там как мы поем Пасха Господня Пасха Красная Ну Красная Это же не русское слово Оно русское Но оно Почему не надо поставить Прекрасное Прекрасное Но что интересно Перевели Яка жениха Исходящий Выходящий А сейчас Поветт Происходящий Что здесь происходящий Жениха Происходящий Вот во первых Против здравого смысла Даже А там происходящее Я не знаю Все происходящие А было исходящее У сараблятов исходящее Из гроба исходящее Исходить Но не происходить Ну да Происходящее Исходящее Они одно видать Решили что это одно А зачем меня Происходящее Происходящее Это значит его не было Он только возник Так надо там зачеркнуть Да пускай будет исходящее Вот она никто не будет петь Исходящее Уже все Так мы там у себя сделаем И мы будем петь Исходящее Смертью смерть поправ А у сарабляцев Смертью на смерть Наступил А то убрали И гробным Живот дарова То есть Стали сравнивать Что Никоновская реформа Это везде только Перепорченная А отец Кирилл Сахаров Игумен На Берсеневке Патриарши Он все ведет По сарабляческим Я считаю Все можно оставить Но Духа Святого Господа Истинного убрать Слово истинного Это абсолютно неприменимо Впереди говорится Бога истина От Бога истина А Духа Святого Слово истина откинули Не, ну я Игнатинович Говорю к тому Что ну раз уж до такого На соборе дошли вопросы Ну могли бы уже Такое Коренное решение Бы принять Да? Знаешь как Раз собрались Много лет я искал ответ Почему архиереи Были против перевода На русский язык Библии И только нашел У Филарета Кажется Амфитеатрова Он царю сказал Он царю спрашивает Ну а почему нельзя Если у народа Будет Библия Понятная В стране произойдет Революция Я так ахнул Игнатинович Это такая вот Брошюра была Складень К Александру Этому К Александру Второму Принесли На этот На подпись И там Прям Они эти Написали Библейское общество Закрыть Он говорит Почему И архиереи Написали Там соборно подписались Потому что В России будет Революция Если перевести Библию Да И вот эта вот Брошюра Она вот попала Как-то Я не помню Как она попала К вам И я помню Тогда пришел Вы открываете Подчеркнуто Вот это И вот это написано Знаешь Я в жизни Неоднократно обольщался Вообще Когда я стал Узмывать все Про крещение И со всех Святых отцов Выбирать Я первый материал Издал Когда мне казалось Как люди узнают Они этих попов На клочки разнесут Оказывается Народу это выгодно Удобно Ладошкой по голове Ничего не надо Ничего не надо И дальше Опять до смертного Сейчас и отпоют То есть Чудовищный обман Обещают небо Не имея возможности Дать даже землю Аминь Так мы начали с чего Теперь программа Четкая и ясная Чтобы она Постаралась выскопить Что от этих Злодеев Нахваталась она Она уже в них Вошла Здесь я говорил Ей про это Занеси в черный список Вычеркнем все Она не пошла То есть она уже Здесь была не с нами И говорит Вышли от нас И через то обнаружилось Что они не были наши Они вышли Причина не туалеты Ничего Просто они не были наши Не были наши Не по температуре Они духовно не были наши Иоанн Богослов мог бы написать Там на юге Еще там Остров Патмос Нет Говорит Они были среди нас Были И вышли И через это Только через выход Обнаружилось Она могла жить Хоть сто лет здесь До момента Пока не вышла Когда вышла Уехала Теперь она уже Бестормозная Понесла все А в нашей молитве Она остается Дай Господь Понятно что там Мама там Ясно Мама видать Влияние большое Тем более там Этот священник Такой промасонина Если Да Конечно Это ясно что Она с ним связь держит Она же мульти И главное сейчас Епископ Чтобы епископ Утвердил Брак Недействительным признал А причина какая Как А у них Говорит Епископа нету То есть Епископ должен был Венчать О Ну ладно Тогда все Поблагодарим Бога Господи Слава Тебе Благодарю Господа Благодарим Тебя Господи За великие Твои милости Мы грешными Недостойные Рабы Твои Даровал Ты нам Господи Еще Отпраздновать Великий этот праздник В воскресенье Твое Благодарим Господи Что даруешь Ты Воскресенье И тем Кто рядом с нами Родным Близким Нашим Господи Даруй тем Кто не познал Имя Тво Святое Прийти к Тебе К этому Истинному Воскресенью Идухших И тех Господи Людей Которым Благовествуем Помоги Помоги Господи Нашим Братьям Тем Кто не Участвует В деле Благовестия Прийти К этому Помоги Тем Кто отошел Далеко Это Иоанна Брат Наш Виктор Чтобы Умел С ней Найти Нужные Слова Для того Чтобы Дар Ты Дал Ты Господи Воссоединение Помоги Господи И нам Быть всегда Единодушными Единомысленными Как заповедал Ты Господи Через Слово Твое Святое В путешествиях Братьев наших Сохрани Господи Брату Нашему Игнатию Помоги Господи Еще Многое Написать Нужное И полезное Для Встряски Душевной Чтобы Ответы На эти Вопросы Разношения Отличные Беседы Они Потрясали Душу Человека Чтобы Рождение Было Свыше Господи Помоги Священникам Всем Обратиться К истине К троекратному Погружению Господи Чтобы они Призывали Людей И Страну Нашу Российскую Защитить Господи От всех Недругов От того Что мы Сейчас Беседовали Чтобы Еще Многие Люди Успели Прийти К Тебе Господи Творцу До тех Страшных Испытаний Которые Последуют Все равно Мы это Понимаем Во времена Антихриста Или перед тем Помоги Многомилостив Господи Спаси И помилуй Слава Тебе За все Отец Ин И Святой Дух Аминь Залезла И молится С нами Вместе Она Стоять Может Ну-ка Ну-ка Давай Ну-ка Встань На ножке Встань Ну-ка Давай Ну-ка Покажи Сейчас я покажу Ну-ка Давай-ка Ну-ка Покажи Как ты стоишь На ножках Ну-ка Давай Ну-ка Давай Давай Ну-ка Ну-ка Попроси Станет на ножках На задних Как зайка И стоит Зайка Ну зайка Рыжий Ну встань Садись Я тебе маленько Покажу Потеряевские События Которые привезли Хотя бы Немножко Все на этом Наверное Подключай